Здравствуйте! Продолжаем изучение закона Флашонара, 171 день. Представим себе ситуацию. В присутствии Н что-то говорят или делают. Затем кто-то из присутствующих сообщает ему, что это высказывание или действие были направлены против него, чтобы обидеть или причинить ущерб. Такому комментарию верить нельзя. Значит нельзя верить не только рахилу сплетни. Запрещено принимать даже такого рода толкования, которые превращают невинные события в зломеренный акт. То есть можно извратить все что угодно. Даже если это было в присутствии человека, сказать, что это специально было сделано тебе на зло, это создаст вражду между людьми. Это очень легко посеять, а потом очень тяжело это будет погасить. Стыдно должно быть человеку, который верит, что каждая буква Торы истинна и дана Творцом, но пренебрегает запретом Лошонара, злословия и постоянно сплетничает. Представьте, такого человека вызвали в синагоге к Торе для чтения отрывка запрещающего Лошонара. Например, не ходи сплетником в твоем народе. Или проклят тот, кто тайно поражает своего ближнего. Или помни, что сделал Господь твой Бог смирьям. Или не разноси ложного слуха. Это все стихи из Торы. Сплетник смотрит в свиток и еще не сказав предварительного благословения, перед тем, как читать отрывок из Торы, нужно произнести благословение, замечает, что в тексте не хватает одной буквы. Это, как известно, делает свиток непригодным для публичного чтения. Понятно, он не станет произносить благословение на чтение Торы, раз читать по этому свитку нельзя. Значит, он верит, что все буквы святой Торы истинны. Почему же в быту игнорируют ее строки? Мы говорили, для начала следует как заветку уцепиться за одну заповедь и исполнять ее изо всех сил. Есть серьезное преимущество в том, чтобы выбрать именно эту заповедь, Шмират Алашон, заповедь контролировать свою речь. Это как выбор способа заработать на жизнь. Обычно люди предпочитают скромную, но постоянную надежную зарплату, обеспечивающую прожиточный минимум, рискованным деловым операциям, которые могут принести большой доход, но нерегулярный и непредсказуемый, или сорваться вообще. Заповедь Шмират Алашон может приносить доход день и ночь практически в любой ситуации. Дома ли находится человек в битмидраше, в доме учения, в синагоге, или на улице, в гостях, или на собрании, он постоянно сталкивается с возможностью сказать или выслушать то, что запрещено. Мудрецы учат, кто сидит и не совершает греха, ему обеспечена награда, равная той, что получает тот, кто исполняет заповедь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова